Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но сейчас мы с вами в стране безопасности, самом безопасном месте на Земле. И здесь мы будем учиться простым правилам поведения в любой жизненной ситуации. Сегодня второе испытание для Арины и Арсения. Напомню, они третья команда, которая борется за звание эксперта по детской безопасности. В борьбу за звание детского эксперта вступили ваши соперники. Они тоже прошли по одному испытанию, и сейчас Спасайка покажет вам, сколько баллов удалось набрать всем участникам. Итак, внимание на экран. В стране безопасности уже выступили все пять команд, и вот как выглядит на сегодня турнирная таблица. Варя и Ярослав набрали 7 баллов. Вторая команда в составе Алены и Ивана смогли заработать 9 баллов. Следующими стали Арина и Арсений. Они набрали 8 баллов. Четвертыми в игру вступили Наталья и Максим, которые смогли набрать 9 баллов. И завершающей стала команда Алисы и Владислава, которая набрала 7 баллов. Посмотрим, чем закончится второй игровой день для сегодняшней команды. В прошлый раз вы выбрали тему «Опасность дома» и разбирались с тем, как правильно потушить пожар в сковородке на газовой плите. Вы все запомнили? Да. Чего ни в коем случае нельзя делать при тушении огня в сковороде? Не нужно под воду сковородку ставить. Да, потому что... Правильно, Арсений. При тушении огня в сковородке нельзя ее заливать водой. А сейчас у вас осталось три опасные зоны. Это правила поведения на улице, природные стихии и опасность в лесу. Давайте выбирать. Опасность в лесу. Опасность в лесу мы выбираем. Отлично. Итак, вы выбрали тему «Опасность в лесу». Вы, конечно, знаете, что лес – это не самое безопасное место, но он приносит большую пользу человеку и окружающей среде. Как вы думаете, почему? Там нету всяких заводов. Чистый воздух у нас раз. Что еще в лесу? Зачем люди туда ходят? Чтобы посмотреть на животных. Животные. Что еще? А на пикник. Ну, на отдых, конечно же, можно. Что еще полезного? Чем полезен лес? Еще всякими... Деревьями. Деревья растут, правильно. Что еще? Бумага из них. А деревья – это что у нас? Бумага. Это древесина, правильно. Древесина. А на деревьях кто у нас обитает? Птицы там. Белки. Умница, правильно. Птицы, животные. Жакуницы. Да, то есть это что правильное у нас? Это дом для многих животных, лес. Правильно? Да. Лес и деревья. Ну, для человека, конечно же, как правильно ты сказал, Арсений, это чистый воздух, это грибы, ягоды, да? То, зачем люди ходят в лес, особенно летом. Вы правильно и очень быстро ответили на мой вопрос. Дали полный ответ, за который получаете два бонусных балла. Я вас поздравляю. Ура! Вау! Круто! На баллах! Ну, а нам пора приступать к нашему первому испытанию. Для того, чтобы помочь вам ответить на мои вопросы, я предлагаю посмотреть мультфильм. Ответы на все сегодняшние вопросы там есть. Смотрите внимательно и запоминайте. Привет, друзья! Я предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие по загадочному и таинственному лесу. Вы готовы? Отлично! Для начала давайте запомним простые правила, которые помогут сделать наше путешествие приятным и безопасным. Перед тем, как отправиться в лес, обязательно спросите разрешение у родителей. Если родители не против, расскажите, куда именно и с кем вы идете. Помните, никогда не ходите в лес одни, это очень опасно. Вот и сегодня с нами в лес пойдет мой друг Саша. Кстати, он уже спросил разрешение у родителей. В лесу очень легко заблудиться, поэтому яркая одежда, к примеру, красного или желтого цвета, поможет с легкостью вас найти, если вы заблудитесь. Собираясь в лес, не обувайте тапочки или сланцы, иначе вас могут покусать опасные ядовитые змеи или насекомые. Наиболее подходящая обувь в лесу – сапоги или высокие ботинки. В лесу очень много комаров и мошек, которые могут вас покусать. Поэтому обязательно нужно взять с собой средства от комаров. А чтобы защитить вашу голову от перегрева и укусов клещей, наденьте на голову кепку или шапку. Чистый носовой платок тоже может пригодиться. Возьмите с собой кусочек мела. Им можно не только рисовать на асфальте, но и делать пометки на деревьях, чтобы легко найти дорогу обратно. Чтобы правильно определить время и не опоздать на обед, обязательно возьми с собой часы и полностью заряженный мобильный телефон. Он также поможет связаться с родителями, если что-то случится. Да, и еще. Возьмите с собой перочинный ножик, небольшое лукошко и бутылку с питьевой водой. Они могут вам пригодиться. Это задание на внимательность. В мультике Спасайка перечислял 8 предметов, которые необходимо с собой взять при походе в лес. Вам необходимо перечислить хотя бы 5, за которые вы сможете заработать 3 балла. Можете посовещаться. Телефон. Да. Заряженный телефон. Кепка, там, спрет комаров. Воду. Там... Носовый полоток. Лукошко маленькое. Там... Еще... Сапоги или баказумик. Там похоже на... Обувь какая-то. Обувь, высокие сапоги или... Да, сапоги. Или там... Или там такие, ну... Простые сапоги. Ну, короче, высокие ботинки. И еще лукошко. Угу. Небольшое. Телефон гор. Молодцы. Вы перечислили даже 6 предметов, которые необходимо взять с собой в лес. Кроме этого, еще и ответили правильно, как нужно одеваться для того, чтобы ничего плохого там с вами не случилось. Это правильный ответ. За него вы зарабатываете 3 балла. Я вас поздравляю. Молодцы. Ура. Так, ребята, пора приступать ко второму испытанию. Из трех вариантов ответа на мой вопрос вам нужно будет выбрать верный. И сделать это за максимально короткое время. Готовы? Да. Так, слушайте вопрос. Перед тем, как пойти в лес, что нужно сделать? Вариант номер один. Сообщить родителям. Спросить у них разрешение. И взять мобильный телефон. Вариант номер два. Взять бутылку с питьевой водой и лукошко для сбора грибов. И вариант номер три. Позвонить спасателям по номерам телефонов 101 либо 112. Первое. Или второе. Первое. Потому что надо сначала спросить у родителей разрешение. А потом уже собираться. Правильно. Конечно же, нужно в первую очередь спросить, можно ли туда идти. И взять что с собой? Воду. И мобильный телефон. Мобильный телефон. Который весь заряжен. Чтобы потом сообщить, если вы потерялись, если бы что-то с вами случилось, какие-нибудь службы. Правильно, ребята. Перед тем, как отправиться в лес с друзьями, необходимо спросить разрешение у взрослых. Взять с собой при этом мобильный телефон. Воду. И, конечно же, следует помнить о том, что в лес можно ходить только со взрослыми. Это правильный ответ, за который вы зарабатываете. Два балла. Ну и напоследок загадка про дерево, которое растет в любом белорусском лесу. Здесь нужно быть очень внимательными. В случае правильного ответа на мою загадку, вы можете заработать 3 балла. Если же ответ вы не знаете, не рискуйте. В случае, если ответ ваш будет неверным, то 1 балл я у вас заберу. У меня иголки длиннее, чем у елки. Очень прямо я расту. Причем только в высоту. Если я не на опушке, ветви только на макушке. Какое дерево, которое растет в любом белорусском лесу с колючками у нас? Белорусс. Но это не елка. Какие глаза это? Не березы. Я вспомнила, давай сосна, скажем. Сосна. Молодцы, ребята. Конечно же, это сосна. Вы зарабатываете 3 балла. Ну а нам пора подводить итоги. За первое конкурсное испытание вы заработали 3 балла. 2 балла вы получили бонусных. За второе конкурсное испытание вы заработали 2 балла. И в третьем испытании вы заработали 3 балла. Сколько баллов у вас? 10. Правильно, 10. И сейчас спасайка внесет этот результат в таблицу. А ровно через неделю со вторым заданием будут справляться ваши соперники. Посмотрим, как это получится у них. Так что скоро увидимся. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова